ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для пользователей у операционной системы есть два интерфейса. Графический и текстовой. Многие думают, что текстовой интерфейс — это только для каких-то администраторов, только для каких-то команд администрирования, но на самом деле с текстовым интерфейсом можно делать практически то же самое, что и можно делать с графическим. То есть можно слушать музыку, можно читать новости, можно говорить в чате, можно сидеть в интернете. И вообще понятие графический и текстовый интерфейс это просто понятие, а реализации, то есть программы, называются оболочками. Из-за того, что GNU Linux разрабатывает не одна компания, а любой желающий, то у разных людей своё введение, свои мысли, поэтому есть много различных графических и текстовых оболочек. Вообще текстовые оболочки называют интерпретаторами командной строки, либо Shell. По сути это разные программы, которые отличаются функционалом, но делают одно и то же. А стандартный интерпретатор для Unix подобных систем является Shell. А самый популярный, который стоит практически на всех серверах, называется Bash. Интерпретаторы в основном предназначены для запуска программ, делают всё, что с этим может быть связано. Допустим, можно ставить какие-то условия для запуска, можно использовать какие-то переменные при запуске, использовать всякие циклы, писать какие-то скрипты, автоматизировать всё это и всё такое. Одно из преимуществ Bash над Shell это дополнение. Когда вы что-то печатаете на Bash, вы можете нажать Tab и Bash за вас дополнит команду. А когда может быть несколько вариантов, то нужно нажать два раза на Tab и покажутся все варианты. В текстовом интерфейсе можно подключиться тремя способами. Если у вас графический интерфейс, вы можете использовать эмулятор терминала. Вообще зависит от графического интерфейса, но часто они называются терминал и всё в таком духе. И отличаются там внешним видом, горячими клавишами и всё такое. Если нет графического интерфейса, обычно на серверах, да, или у вас не запускается графический интерфейс, какие-то проблемы, то вы можете использовать виртуальную консоль, которую также называют виртуальным терминалом. Вообще их много, но через клавиатуру можно подключиться к шести из них. Обычно для этого нужно нажать Alt, Control, F1, F2, F3, F4 и всё в таком духе, обычно до F6, если, конечно, не перенастроено. Но из-за того, что виртуалбокс перехватывает клавиатуру, на виртуалбоксе это делается немножко иначе, нужно нажать правый Ctrl, F1, F2 и всё в таком духе. Сам графический интерфейс, если он есть, он запускается на одной из этих виртуальных консолей. Но зачастую админ работают с компьютерами и серверами удалённо. Для этого они используют программы специальные для удалённого доступа и подключаются по SSH. Раньше часто использовали пути для этого, да и сейчас используют, но на десятке есть встроенный SSH клиент, и если запустить Windows терминал, то через него можно подключиться. Для этого в терминале достаточно написать SSH, пользователь, собачка, IP-адрес и ввести пароль. Программы, которые работают в текстовом интерфейсе, часто называют командами. Этих команд очень-очень много и всё знать наизусть не нужно. Почти все команды, с которыми вы будете работать каждый день, вы и так запомните, а какие-нибудь сложные вы можете где-нибудь записать или всегда можно нагуглить. Чтобы работать с командами, вам нужно знать её синтаксис. Давайте для примера возьмём команду ls. ls от слова list – команда, с помощью которой можно посмотреть содержимое директории. Запомните, Linux-система регистрозависимая, поэтому если вы пишете L большой или S большой, либо как-то по-другому, то скорее всего у вас выйдет какая-нибудь ошибка. То же самое касается файлов. Вы можете в одной директории создать файл с названием файл маленькими, файл с названием файл большими. В общем, названия могут быть по сути одинаковыми, просто буквы разными, но всё равно файл создастся и это никак не конфликтует. Но это из-за особенностей файловой системы. Если у вас в терминале всё забилось, там много текста и вам неудобно это читать, то можно нажать Ctrl-L или написать Clear. Ну, конечно, Ctrl-L нажать намного проще, намного быстрее. А чтобы вернуться к предыдущим командам или просто полистать их, можно нажать стрелки вверх-вниз. Возвращаясь к команде LS. У большинства команд есть различные опции и многим командам можно передать какие-то значения. К примеру, LS-I покажет содержимое директории и инода. Defiz-I в данном случае это опция. Опции часто называют ключами. Если написать LS-I файл, то мы передадим команде ключ-I и значение в виде имени файла. В результате мы увидим только один файл и его инода. А что делать, если вы забыли какой-то ключ, либо забыли как пользоваться конкретной командой? Для этого в системе есть документация и вы можете ей пользоваться даже на экзамене по RedHat. Кстати, об экзамене. Во время экзамена будут практические задания и вы можете пользоваться как графическим интерфейсом, так и текстовым. Но если честно, графическим интерфейсом вообще не стоит пользоваться, потому что у вас не хватит времени. Гораздо быстрее работает в текстовом интерфейсе. Возвращаясь к документации. Есть три основных способа посмотреть документацию. С помощью утилиты MAN, с помощью утилиты INFO и с помощью опции HELP, но он есть не на всех командах. Вообще, самый простой способ, это конечно опция HELP. Это обычно даже не документация, а небольшая подсказка по ключам и синтаксису. И она есть не во всех командах, но она помогает, когда вы примерно помните что и как, но забыли допустим какой-то ключ. Чтобы посмотреть HELP, вы пишете команду 2Defice help. А для документации используется обычно команда MAN. Она есть почти на всех UNIX подобных системах. И допустим, если меня интересует документация по команде LS, я пишу MAN LS и открывается страница документации. Чтобы выйти из нее нажимаем Q. Вообще, в терминале, если вы там что-то открыли и не можете выйти, то зачастую используется команда Q. Не везде, но очень часто. Вообще, если у вас в терминале открылся какой-то текст большой, да, он на весь экран и даже больше, то вы его можете листать с помощью стрелок, либо с помощью клавиш page up, page down или даже пробела. А если нажать слэш, а потом какой-то текст написать, допустим, defice i, программу попытается найти этот текст в документации. Когда открывается MAN, вы наверху видите имя программы с описанием каким-то. Дальше синапсис. Это синтаксис, то, как должна писаться команда. Там указывается, где опции писать, где ключи, какие значения, где там файл и все такое. Дальше пишется description со всяким объяснением всяких ключей. А в самом низу всякий автор и все такое. Но в некоторых командах внизу еще есть секция examples. А особенно в сложных командах это очень помогает, чтобы понять, кто как писать для примера. Есть еще утилита info. Она пришла на замену MAN, но до сих пор многие люди пользуются MAN, потому что он привычнее. Хотя info лучше заточен для работы с большими документами и поддерживает гиперссылки. Бывают случаи, когда вы не знаете команду, либо забыли ее, либо, допустим, на экзамене вам какое-то задание выпало, и вы не знаете, какая команда это делает. Вы всегда это можете попытаться найти. Для этого обычно используется MAN с опцией k, либо команда apropos. Допустим, я не знаю, как поменять пароль пользователю. Я могу написать MAN dfsk password. И MAN выдаст мне все страницы документации, где в начале, в секции name, есть слово password. Тут, конечно, результатов много, но если поискать, можно найти подходящий вариант. Кстати, если посмотреть, можно увидеть, что рядом с названиями есть циферки. Давайте разберемся, что это такое. Для этого давайте, допустим, откроем документацию по самому MAN, написав MAN MAN. Тут мы видим, что системная документация состоит из нескольких секций. Допустим, в первой секции это большинство команд, всякие функции оболочки, функции баша. А, допустим, в пятой секции это про формат файлов. Бывают случаи, когда названия совпадают. Допустим, совпадает название команды password и есть файл еще системный, который тоже называется password. Если посмотреть, можно увидеть, что password доступен в двух секциях. В первой и в пятой. Собственно, в первой для команды password, а в пятой для файла password. Если мы хотим посмотреть документацию по команде, то мы пишем MAN 1 password. А если хотим посмотреть документацию по файлу, то пишем MAN 5 password. И еще, все, что вы вводите в терминале, сохраняйте в истории. Историю вы можете посмотреть с помощью команды history. А если хотите выполнить какую-то команду опять, но при этом там не перепечатая, не копируя, то можете поставить восклицательный знак и номер команды, который показывается в history. Либо если вы хотите, допустим, предыдущую команду распустить, то пишите два восклицательных знака. В этом видео я постарался рассмотреть все базовые команды для работы с текстовым интерфейсом. Но их на самом деле очень-очень много, и все не посмотреть, и много всяких нюансов. Поэтому пока мы будем все это изучать, пока мы будем проходить другие занятия, мы с вами потихоньку будем этому всему учиться. Продолжение следует...